Здравствуйте, добро пожаловать! У нас сегодня совершенно прекрасная тема, прекрасный художник Михаил Васильевич Нестеров. Я думаю, вы уже немножко посидели, посмотрели на его большеформатное полотно Святая Русь. Художник все это писал на Соловках. А на Соловках какой монастырь известный находится? Древний. Да, он так и называется, совершенно верно, спасибо, Соловецкий монастырь, он с 15 века существует. Люди совершенно разные, странники, паломники, женщины, дети, старики. Они подходят к одной из этих обителей, и кто выходит к ним навстречу, вместо простых монахов? Иисус Христос, да, он первый вышел в розовато-синеватых одеждах, а за его спиной самые почитаемые на нашей земле святые угодники, скажем, в монашеском капюшоне. Очень известный человек, он жил в те времена стародавние, когда Андрей Рублев творил свои прекрасные произведения, когда Дмитрий Донской, знаменитый князь, победил монгольское воинство в Куликовской битве. И этот человек, который перед нами в монашеском капюшоне, он создатель первых монашеских обителей, монашеских скитов. Его зовут преподобный Сергий Радонежский. Он его самый любимый герой. Он родился, этот художник, в далекой Уфе, он родился в купеческой семье. Его отец, купец, был очень верующим человеком, очень любил литературу, искусство. И иконы у них всегда были перед глазами у этих людей, и отец художнику привил вот эту веру. И иконы Сергия Радонежского, он ее с детства помнит, совсем еще маленького возраста. И здесь Сергий Радонежский один из персонажей. Но я считала, по-моему, около 15 работ, где он главный герой, где показано, как он создает первые монашеские скиты. Ну, давайте дальше смотреть на святых. С черными крестами на белом фоне, одеяние верховного священника, архиепископа. Вот этот святой, который между Сергием и Иисусом Христом, я вам подсказку такую даю, в нашей стране его любят все путешественники, странники. Особенно он считается покровителем моряков. Морские соборы все его именем названы. В Европе этот святой, он ассоциируется с тем самым прекрасным персонажем, который на Рождество приносит детям подарки. Санта-Клаус, Клаус Николаус. А на русский манер Никола, Никола чудотворец, Николай Мирликийский. Он был архиепископом в Малой Азии, он жил, этот прекрасный человек, в городе Мира, области Лике, поэтому Мирликийский. Ну и за деревом последний персонаж в таких сверкающих золотом доспехах. Как вы думаете, кто этот всадник? Покровитель Москвы, герб Москвы, он в центре изображен. Победоносец, конечно же, спасибо огромное. Святой Георгий Победоносец, так что самые почитаемые святые. Ну, Иисус Христос, как будто бы он не смотрит на тех людей, которые прямо непосредственно перед ним. А как вы думаете, куда его глаза устремлены? Куда-то наверх, да, и куда-то вдаль. А здесь у нас вдали еще группа людей. Вы обратили внимание? Они буквально срезаны рамой, но как будто Иисус Христос на них смотрит. И эти люди очень важны для художника, потому что пожилую женщину в монашеском капюшоне он со своей мамой писал. А вот женщина в платке разноцветном, тоже такая уже не очень молодая, это родная сестра художника Нестерова. А вот эта юная девушка, конечно, портретных черт особенно нет, это абстрактный девичий образ, но это ассоциация с его старшим ребенком, с его родной дочерью Ольгой Нестеровой. Картина, по одной из версий, она задумывалась как благодарственная молитва Господу Богу за избавление вот этой любимой дочки. Она была в то время уже девочкой-подростком, ей было примерно 14-15 лет, и она очень тяжело болела. Думали, что она не выживет, думали, что она умрет, и она пошла на поправку. И вот как будто эту дочку художника Олю Нестерова родные люди ведут к Иисусу, Иисус их встречает. Ее мама, первая жена художника, тоже из Уфы, она была родом, ее звали Мария. Они познакомились совсем еще молодыми людьми. Он уже, учась в Москве, живя в Москве, приехал на свою родину на летнее время, и вот встретился с Марией, они полюбили друг друга, обвенчались. И мама Оли умирает во время родов. В 1886 году эта трагедия произошла. И художник, конечно, долгие годы был безутешен. Он долгое время был одинокий, он был вот с этой маленькой совсем девочкой. И второй его брак уже в начале 20 века, то есть очень долгое время он был один. И у него все юные девушки на всех его картинах, молодые монахини в основном или девушки, которые готовы уйти из мира нашего земного, навсегда отдать себя во служение Богу. Они все очень печальные. Вот скажем, здесь у него молодая женщина в черном платке. Ее он писал с своей няней. Так что у него очень много женских трогательных образов. В этой картине нет, но во многих других произведениях образ умершей жены тоже присутствует. И в принципе все молодые женщины немножко чертами лица на нее тоже похожи. Где присутствует юная девушка, там все время тоненькое дерево. Вот другой художник Иван Иванович Шишкин, вам хорошо известный, он любил большие деревья писать, сосны, ели, дубы. А вот этот художник, он певец как раз вот таких маленьких деревьев, рябины, маленькие сосны, осины, совершенно трогательные, и он их одухотворяет. Вот этот пейзаж, как будто он живой. И этот художник, он приезжает из Уфы, его папа послал сюда учиться в Москву. Когда ему было всего лишь 12 лет, он учился в московском училище живописи, вояне и изучества. И Нестеров сначала учится у Василия Перова. Это знаменитый художник, передвижник, один из первых мастеров эпохи реализма. Потом, правда, короткое время он приезжает сюда, в наш город Санкт-Петербург, поступает в Академию художеств. Но здесь ему не понравилась вот эта методика преподавания. В Москве все было намного интереснее, более демократично. Вот эти мраморные статуи, писать их, создавать копии ему не особенно хотелось. Он возвращается в Москву, но уже Перов, он хотел доучиваться у своего любимого педагога, он уже очень старенький, больной. И вторым преподавателем его становится тоже очень знаменитый человек, художник Саврасов. И, конечно, пейзаж, мастерство пейзажиста он берет именно у своего учителя. Но еще такой интересный момент, ведь эти все работы писались в начале 20 века, незадолго до первой русской революции 1905 года. Как раз вот примерно в то время эта картина была закончена. А начало 20 века мир окончательно сошел с ума, сошел в своих осей. Технический прогресс, волнение мирового пролетариата, вот этот революционный накал, а потом будет страшная развязка, Первая мировая война, а потом будет февральская революция в нашей стране, октябрьская революция, столетие которой мы недавно отмечали. Начало 20 века творческие люди очень тяжело переживали. Они пытались убежать от этой реальности, стремительно убыстряющей свой темп. Кто-то из мастеров, вот вы проходили несколько залов, они бежали в какие-то уж совсем грезы, там и рождение Венеры, картина художника Миллотти, там какие-то совершенно причудливые миры, 18 век, галантная эпоха. А вот этот художник, мы сразу понимаем, куда он убегает. Он физически действительно долгое время провел на Соловках, вот в этих затерянных мирах. Он очень много пишет пустынников, странников. Вот посмотрите, какой прекрасный. Одна из первых картин художника, купленных знаменитым коллекционером Третьяковым. И потом Третьяков многие работы Нестерова покупает. Можно спросить, а вот что-то лежит у ног? А у ног Иисуса Христа, представьте себе, человек лежит, потому что они же идут, кто-то покается. Вот человек грешил, и он решил встать на путь истинный. И тут как раз такая сцена, что человек кается перед Иисусом, он просит прощения за свои грехи, и кто-то идет попросить помощи, кто-то идет просто за поддержкой. То есть тут совершенно разные люди, у них у каждого, у кого-то своя беда, у кого-то своя проблема, кто-то решил поменяться полностью. Вот как вы думаете, критика, я подскажу, неоднозначно воспринимала это произведение. За что-то хвалили художника, за что-то его очень ругали. Вот за какую фигуру, за какого персонажа его ругали критики в большей степени? Иисус Христос. Иисус Христос. А как вы думаете, вот если на его лик посмотреть, а в чем художника-критика обвиняла, что он какой? Он какой-то слишком надменный, правда? Есть такое, слишком у него начальственное лицо, слишком холодное лицо, нету теплоты. Мы же с вами знаем подлинный смысл, что он смотрит туда-вдаль, вот на эту девушку в желтом, которая выздоровела, которая пошла на поправку. А зритель-то ее вначале не замечает. Зритель смотрит на Иисуса Христа и на главных героев, на которых Иисус Христос как бы внимания не обращает. Ну, о природе в работах художника всегда пели дифферамбы, восторженные отзывы, и, конечно, другие герои, их взаимодействие с природой. А вот я заметила, что рядом с Иисусом в черных волосах человек как будто смотрит на камеру. Он смотрит на нас, на зрителей, и это прием, кстати, который очень многие художники, еще задолго до Нестерова, спасибо, что вы заметили, стали использовать, чтобы нам было интереснее, чтобы мы с вами были соучастниками происходящего. У Брилова в последние дни Помпея, помните, и в начале 19 века. И действительно пристальный взгляд иногда, и зритель, он потом погружается в эту картину. Что это такое у него на спине, который тоже... А вот это у него мешок, с которым он, собственно говоря, этот странник, это путник, он переходит из поселения в поселение. Этот человек странствует по миру, и вот этот маленький мешочек, тут все вещи, которые ему в жизни нужны. Этот художник умирает уже в 42-м году, он очень долгую жизнь Михаил Васильевич Нестеров проживет. А в советское время нельзя уже такие работы, а это его самая любимая тема. Он с юности писал, он даже храмы расписывал, скажем, Владимирский собор в Киеве, Марфа Мариинская и Битель в Москве. Как вы думаете, что он стал делать в другое время? Он многие десятилетия еще в новом времени успел пожить. Он писал портреты, естественно, своих близких, своих друзей-художников, артистов писал, философов, мыслителей. То есть, по сути дела, он писал людей вот именно той формации, людей верующих, людей мыслящих. И завершая наш разговор, я хотела бы сказать, что художник остался верен себе. Он остался жить в этой стране, и он писал людей, которые имели очень большую связь с Богом, философов, мыслителей, людей в основном той формации, людей верующих. Своих святых он уже не мог продолжать писать, но его искусство, манера, как он даже портреты свои писал, он действительно, его творчество невозможно спутать с творчеством других мастеров, он особенный художник. И вот это влияние великого пейзажиста Саврасова, великого мастера жанровых сцен Василия Перова, оно, конечно, во всех его лучших произведениях. И несмотря на то, что критика неоднозначно относилась, это полотно по праву считается уже давно одним из шедевров Русского музея. Спасибо вам большое за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова